Идиотизм в режиме нон-стоп Слудский девок не целует, говорит потом, потом Вот как выборы пройдут, так зацелуются огоньком Предвыборный кринж Я буду голосовать за Путина И я, и я И милитаристский взрыв детского мозга Детей не трогайте Думаете, на болотах хоть один день проходит без маразмов? Ошибаетесь Рашка и абсурды — это же просто неразрывные понятия Все это настолько фундаментальные вещи На днях в Мордере состоится фикция под названием «Выборы президента» Рашистская пропаганда, естественно, времени зря не теряет Отборная предвыборная кринжатина льется на болотах просто рекой Большим объемом работ предстоит И прежде чем все это смотреть, нужно хорошенько подумать, как это все пережить Ведь удар по психике может быть просто колоссальным Сложно будет Давайте все же наберемся смелости и посмотрим несколько видеошедевров на тему грядущих псевдовыборов Вашему вниманию ролик про, так сказать, недалекое будущее Призывающий не игнорировать выборы в марте 24-го Зеля, включи музыку Ваш социальный рейтинг повышен Сколько раз мы тебе говорили, что мы не мама и папа, родители один и родители два Барак, если соседи услышат эти плохие слова, то они вызовут патруль толерантности и нас всех отправят на курсы гендерной гармонии Слава Радуги Слава геям По сюжету в Рашке побеждает страшная ЛГБТ-революция Кровожадные геи и всевозможные гендеры буквально повсюду А всех сопротивляющихся и несогласных казнят и наказывают изнасилованием Сегодня, в честь Великой Радужной революции, мы освободим наше сообщество от сексиста и гендерного экстремиста С помощью этого электрофаллоса мы проникнем ему в сердце и остановим его ток Не можете голову, что ли, отрубить? Все вам надо в жопу Прям животрепещущий триллер с эпичной концовкой Все-таки ты мужик, Коля! Су***** Каков посыл? Все просто Мол, вот смотрите, какой станет Россиюшка, если вы не пойдете на избирательные участки и не поставите галочку за правильного кандидата Оглянись, отец, мужиков давно не осталось А я тебе говорил, еще в марте 24-го года, будь мужиком, иди голосуй! Да что ты, черт побери, такое несешь? Но что-то нам подсказывает, что большинство среднестатистических жителей Мордора, глядя на эту, так сказать, пугающую рекламу Не настолько бы напрягались из-за выдуманного гей-террора, а лучше бы заинтересовали с условиями проживания главного героя в ролике Россияне, живущие в доисторических бараках без канализации и тепла, не то что от таких Гораздо попроще апартаментах и ремонтах даже и не мечтают Мне очень здесь тяжело жить Воды, во-первых, не принести, ноги не ходят Туалета нету, помои не вытащить Невозможно пройти мимо и вот этого видеотворения В центре внимания два персонажа Жена-домохозяйка и ее муж-подкаблучник, который чуть не оплошал, проигнорировав день выборов А проголосовать заехал? Нет, не успел Солнышко, да какая разница, без нас не выберут, что ли? Ты хочешь нашего ребенка без материнского капитала оставить? А нас? Без семейной ипотеки? А деньги на свой бизнес ты где собрался брать? Без льготного кредита обойдешься, а? А в СВО ты что, тоже участвовать не хочешь? Без гробовых выплат меня решил, что ли, оставить? Можно было бы добавить к внушительным аргументам жены-абьюзерши Благо супруг все вовремя понял и успел проголосовать Успел Остановитесь! А как вам целая серия роликов про якобы украинских военных? Одного из окопов спасают русские оккупанты, что само по себе абсурдно Ведь из-за них он там по факту и оказался Это не наш! Уже наш! Благоуство! Самое интересное в конце Типа украинцы выхаживают и дают невероятную возможность Какую? Проголосовать на расистских выборах за международного преступника Путина О как! А ты куда? Это не для нас У нас нет выборов Я свои выборы сделал Так у тебя и паспорта российского нет Дадут И наверное же лаптеноги в это верят Но там еще продолжение есть Другого якобы военнослужащего ВСУ кровожадные нацистские сослуживцы бросают на поле боя Но на так сказать помощь ему приходят снова орки Не менее весело становится, когда в агитационных роликах появляются физиономии так называемых кандидатов в президенты Рынок сам все отрегулирует Николай, ты куда? Куда-куда? На работу, в Кремль Вот, пожалуйста, эпичный шедевр с нелепым совковым флером от партии КПРФ Вот так, поиграли в капитализм и хватит А это видео от ЛДПР Я уберу? Нет, оставьте Дело Жириновского живет Согласитесь, выглядит словно это какая-то пародия или ролик юмористического шоу Но нет, такова она предвыборная реальность в Рашке Все мы в целом представляем великую русскую цивилизацию Но если эти персонажи хоть в кадре периодически появляются, то главный претендент на пост президента РФ в рекламных кампаниях даже не снимается За него это прекрасно делают другие Медведь, например Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойно? А питаться ягодками, метком? Может, его в покое оставят? Не оставят Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти Но тайги он своей никому не отдаст Я думаю, что это должно быть понятно Неплохо с агитацией, если так можно сказать, справляются и отряды Путина Я буду голосовать за Путина И я И я И я Я буду голосовать за Путина И я И я И я Я буду голосовать за Путина И я И я И я Вот она, лучшая антиреклама наркотиков Я буду голосовать за Путина И я И я Я буду голосовать за Путина И я И я Даже американского рэпера Канни Веста сюда приплели Если бы Канни Вест мог, он бы голосовал за Путина Канни Отряды Путина Фром Краснодар Думали, уже можно выдохнуть? А нет В игру вступают киберотряды Путина И даже не пытайтесь смешиваться в выборы президента России Иначе мы устроим вам дианон и ваши мамки будут плакать Это не скам Все серьезно Наш отряд может за одну минуту уронить банковскую систему США Но она и сама с этим неплохо справляет Да уж, согласитесь От всего увиденного трэша неплохо бы принять холодный душ Чтоб хоть немного прийти в себя Но, к сожалению, тему грядущих выборов в России так просто не закрыть Мы уже упомянули, что ВВХ сниматься в своих рекламных роликах брезгует То же самое касается и предвыборных дебатов Чтобы вы понимали, плешивый фюрер за 20 с лишним лет ни разу в телевизионной студии Один на один со своим оппонентом не встретился И, похоже, не собирается И в целом Россию это вполне устраивало Действительно, его электорат абсолютно поддерживает такую трусливую позицию своего недоцаря Мол, и незачем бункерному деду с конкурентами в споры вступать А с кем дебутировать-то? С кем дебатировать? Покажите пальцем, книги, с кем? Зачем? Ну, типа, у него 20 лет опыт и резюмы огромные, если так знают Действующий президент не нуждается в рекламной кампании Вообще, предвыборные дебаты на болотах – это зачастую несерьезная штука А какая-то хохма или, скорее, телешоу Кандидаты не особо спешат лично общаться с конкурентами перед телекамерами А с радостью отправляют на это и другие агитационные мероприятия своих представителей И тут уж поверьте, есть на кого посмотреть Прежде чем начать выступать, хочу попинять несколько составителям тематики Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, как на Камчатке доверенное лицо кандидата от Коммунистической партии Харитонова Решил с помощью матов поговорить о понятии культурного кода Какие-то заумные формулировки У нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем А вот культурный код Какой культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют о этом определении? Ну, собственно, ты это на своем примере только что и показал Еще и попутно своего избирателя быдлом, по сути, обозвал В Липецкой области еще интереснее Там доверенное лицо кандидата от ЛДПР Слуцкого – это вообще нечто А если сказать точнее, самый настоящий фрик То он своего начальника с сапогом сравнивает Я шел по земле, это видно Вот она грязная, грязный ботинок Старый, немножко там вот он, может быть, неказистый Но он надежный и уверенный, как Леонид Слуцкий То похабные агитационные частушки в его честь поет Девки все давать хотят, Слуцкому свой голос Стоит напомнить, что в 2018 году российские журналистки рассказали о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего первого номера ЛДПР Слуцкого Так что частушки, как говорится, отлично залетели в тему Слуцкий девок не целует, говорит потом, потом Вот как выборы пройдут, так зацелуются огоньком Но нахваливание и воспевание всяких слуцких и близко не сравняться с тем, как кремлевские передворные шуты облизывают главного недоцаря всея РФ Будущее нашей страны только с Путиным, президентом Путиным Спикер Госдумы Володин в этом нелегком деле мог бы с легкостью одержать победу Только послушайте, что он городит Оказывается, в проклятой Америке мечтают о таком великом президенте, как Путин Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин Но у них нет, он у нас А у них Байден, видите? Наказание им Но маразмов и абсурдов в исполнении чиновников на болотах всегда хватает с запасом Давайте пробежимся по самым последним депутатским выходкам и идиотским высказываниям Территории по обоим берегам Днепра неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены Наверняка вы уже слышали отрывки шизанутой лекции про границы РФ от Медведева Стырившего образ не до Сталина у Соловьиного помета Украина – это не Россия Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда Украина – это, безусловно, Россия Вряд ли получится послушать это выступление до конца, ни разу не покрутив у виска Там все акценты плюс-минус понятны Говорит он, а стыдно почему-то мне С другой стороны, а что тут удивительного? У Димки же наверняка на завтрак, обед и ужин стаканчик чего-то горячительного стоит Вот он примет на грудь и потом лекции соответствующие выдает Последние годы выступает, солирует он в основном в своем телеграм-канале А тут и публика благодарная, хлопали по команде, смеялись над шутками Правда, вот сложилось такое ощущение, что шутки скорее были для детей младшего возраста Спасибо! Мне тоже нравится это Движемся дальше Как вам предположение депутата Госдумы Баженова о том, что проклятые американцы В рамках бактериологической войны Засеяли бескрайние просторы матушки России ядовитым видом растения борщевик Пустыри, кладбище и все это Долгое время находившееся в заброшенном состоянии Земельное хозяйство Покрылось борщевиком И я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны Направлению против нас, Соединенных Штатов, да? Недалеко от этих бредней ушла и депутатша Кузнецова Кузнецова, которая выдала инфу о том, что Госдеп США проводил опыты над детьми в Украине Нами выявлены были подобные факты в ряде освобожденных городов Донбасса В больницах Лисичанска, где ставили опыты на детях В Северодонецке и Рубежном также проводились опыты над детьми В городах работали мобильные группы биоинженеров В котором использовали при движении операционные термические контейнеры Их постоянно сопровождали иностранные ЧВК Интересно, как давно Кузнецова проводила полный чекап своего организма? Складывается впечатление, что ей самое время проверить менталочку Также к нам поступает информация о проведении опытов над детьми в психиатрических отделениях И о работе в Мариуполе этих преступников в распоряжении Минобороны Есть документы, подтверждающие участие Госдепа в программе повышения биобезопасности Но, кажется, круче всех в этой компашке Фёдор Шишкин Мэр города Ишин Тюменской области На церемонии награждения граждан жилищными сертификатами Он настолько брезговал руки простым людям жать Что напялил медицинскую перчатку Ещё и видео сам выложил у себя в Телеграме Вот она, красноречивая демонстрация их отношения к простому народу Он господин и не гоже ему с холопами ручкаться И, наконец, завершим наш дайджест российских маразмов Милитаристским угаром, уничтожающим сознание детей Мордора Это детский ракетный комплекс И стреляет он вот такими ракетами Мягкие снаряды в количестве трёх штук Заряжаются и стреляют Ракетный комплекс Как вам такая детская игрушечка? Очень миролюбивая, не правда ли? А пазл ещё не придумали Где героя СВО надо собирать по кусочкам После того, как в него прилетел дрон А что скажете про выступление народного коллектива «Соловушка на поле чудес» Скоро я подрасту И по зеным зимитам быть я хочу Из теста бомбы делаю я Российская армия ждёт меня Из теста бомбы делаю я Отличный текст детской песенки Ничего не скажешь Кстати говоря, второклассникам из Омской области Велели выучить эту песню к 23 февраля Родители слегка шокировали слова милитаристского произведения А вот чиновники заявили, что песня абсолютно не агрессивна и актуальна И напоследок обратите внимание на шабаш в Махачкале На котором дети в военной форме Держа в руках портреты ликвидированных оккупантов Вышли на сцену перед сидящими родителями тех самых погибших рашистских солдат Согласитесь, посмотрев только один сегодняшний сюжет Возникает мерзкое ощущение попадания в какую-то психлечебницу Вдумайтесь, а россияне в этом живут всю жизнь Это их реальность Так что неудивительно, что у большинства жителей болот Наблюдается абсолютно искривленное ощущение нормальности Но о каком адекватном мировоззрении и отношении к жизни может идти вообще речь Если им с детства настолько сильно промывают мозг Вдалбливая, что агрессия это хорошо Что не уважать других это прекрасно И наконец, что захватывать с оружием чужую страну и убивать ее мирных граждан Это в порядке вещей